всем здравствуйте сегодня будем готовить одно из самых вкуснейших диетических и полезных блюд кролика в сметанном соусе что нам для этого понадобится кролик мы взяли тушку полтора килограмма лавровый лист черный перец молотый горошком сметана морковь и как всегда хорошее настроение кролика мы взяли на базаре чтоб кролик был у нас свежим мы его вымочили где-то полчаса чтоб вся кровь вся сукровица тошла и мясо у нас было чисто и начали вы нарезать вот такими вот кусочками просто чтобы у нас получит получились такие вот лапки нарезаете ему как угодно какими кусочками вы считаете нужными но я честно говоря люблю чтоб кусочки были крупные какие вы уже надумаетесь вот такими вот примерно кусочками можно его нарезать кролика мы порезали на порционные куски как я и говорил да кролика полезу крупными кусками теперь даже печеночку мы оставили целую потому что я люблю когда все крупными кусками теперь нужно его немного посолить солим его по вкусу добавляем черный перец тоже самое делаем это по вкусу хорошо перемешать и оставить его на полчаса пусть он немного промаринуется мы накалили нашу сковородку налили растительного масла теперь нужно его обжарить до румяной корочки с обоих сторон так обжарили с одной стороны теперь нужно по красиво очень перевернуть и пусть немного обжарится теперь и с другой стороны кролика мы всего обжарили с обоих сторон теперь надо выложить такую посуду выливаем даже это растительное масло которое здесь засыпаю черный перец горошком и теперь на две трети заливаем его кипятком и ставим на маленький огонь на час вот так мы вот залили воды и теперь можно ставить на огонь натираем морковь на крупную терку морковь начинает Shakti теперь морковь которую мы натерли нужно ее обжарить на растительном масле мы зале много растительного масла накалили и сковородку и теперь нужно обжарить морковь до золотистого цвета немного ее помешивая морковка у нас уже дошла на золотистого цвета но и немного помешивая теперь добавляем в сковородку сметану сметану перемешиваем все с морковкой еще две минутки на маленьком огне нужно протушить в сковородке у нас уже кроль тушится около часа сметана уже с морковью подготовлена теперь мы эту массу берем высыпаем сверху так вот немножко выровняли она все впитается и оставляем еще буквально на полчаса минут 40 на маленьком огне протушиться в сметане и в моркови кролик у нас уже готов мы его тушили в общей сложности полтора часа один час мы его тушили без морковки сметаны и полчаса мы тушили его вместе со сметаной и морковью теперь можно в самом конце закинуть лавровый лист и пусть еще протушиться одну минутку и можно будет его выключить вот такое вкуснейшее аппетитное блюдо у нас получилось всем советую приготовить готовится элементарно действительно очень вкусно всем кому понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить следующий пока